Не смогли достучаться. В Караганде зоозащитники провели митинг против поправок в закон об ответственном обращении с животными. Организаторы заявили, что им не оставили другого способа, чтобы сказать правительству свою точку зрения. «Не стреляй», — гласил один из плакатов в руках митингующих. Люди собрались в сквере за деканом Овумайкудука. Это место для митинга определила Кемат Караганды. Многие пришли с собаками, когда-то взятыми из приютов. По словам организаторов, их цель — достучаться до депутатов Мажелиса, которые уже год рассматривают поправки в закон об ответственном обращении с животными. Наталья Уголькова трижды записывалась на встречу к руководителю рабочей группы ЕДИЛИ Жан-Быршину, и все три встречи он отменил. «Мы против того, чтобы разрешить владельцам сдавать ненужных животных, больных, старых, ненужный приплод, в отловы с целью последующего их умерщления. Это делает закон об ответственном обращении, закон об обращении безответственном. То есть, по сути, его отменяет. Вот мы против вмешательства в закон на основании ложных данных. Вот они говорят, мы исследовали, мы изучали вопрос, никаких результатов их исследований никто никогда не видел». Требуют пересмотра рабочей группы, усиления владельческой ответственности, контроля за разведением и содержанием животных, усиления санкций за жестокое обращение с животными и наказания Акимов, руководителей ЕДС и полиции тех областей, которые не сделали никаких шагов по реализации закона. Собаки на улице не падают с неба, их выбрасывают люди, считают собравшиеся. «Люди должны стерилизовать животных, должны быть наказаны за то, что они не чипируют, за то, что они выбрасывают животных. Поэтому новый закон, новые поправки в закон абсолютно развязывают руки тем, кто, в принципе, и до этого этим и занимался. Если ввести большие штрафы, как в Европе, допустим, 10 тысяч евро за то, что ты выбросил свое животное, тысячу евро за то, что оно у тебя без чипа. Поэтому я считаю, что государство, наоборот, должно помогать. И, в конце концов, проблема в течение 10-15 лет может решиться. Почему у нас до сих пор за эти годы не заработала система образования? Почему у нас не заработали уроки, которые должны учить детей к гуманному отношению, к безопасному отношению с животными на улицах? Но зато у нас поощряются списки родительские на то, что нужно отловить и уничтожить. У нас массово распространяются ролики там, где «Ой, всех покусали». Хорошо, для того, чтобы не кусали, животных на улице быть не должно. Тут мы согласны на 100%. Но это не методом кровопролития и убийства. Массовые зачистки ничего не дадут. Все равно навыкидывают, все равно наплодят. Пока не будет источник убран, результата не будет. Деньги в никуда. Примеры удачной реализации программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» есть, говорят зоозащитники. В Саране программа выполнена полностью. Стерилизовано 200 собак, учитывая, что город маленький. Секрет слаженности. Там на «Отлов» выезжали владельцы приюта вместе с полицией, ветеринарами и акиматом. И «Отлов» и «Выпуск» снимали на видео. На митинг собралось больше 80 карагандинцев, хотя, по словам организаторов, они сами просили приходить не всех желающих, так как митинг разрешили только на 100 человек.